Балдею, ребята, от вот этой формы, что туда уходит. Эти диски мне вполне себе... Вот у меня комплект. Это Michelin 255. Из такого размера колес нету. Ну, именно тех, что я хочу. То есть я выбираю между Michelin, Richstone и Pirelli. Очень миф такой расходится в интернете, что разноширокие колеса ставить нельзя. Ребята, они заводом ставятся на БМБ. Я не сказал, что будет легко. Всем привет на канале БМБ. Недавно, как и недавно, вчера мы вернулись из Москвы и прикупили диски. Вот такие диски. Это СМ-пакет диски. Ой, блядь, мощные. Да, легкие, ребята, ну, относительно. Ну, сосок здесь сборный металлический, понятно. Сами диски вот такие. Балдею, ребята, от вот этой формы, что туда уходит. Кстати, изначально я долго выбирал. Не мог выбрать именно, что я хочу из дисков. Разные. Я пересмотрел кучу всяких разных вариантов. Ну, не мог подобрать, что я хочу на БМБ. Честно, мне и эти вполне нравятся. Как бы, эти диски мне вполне себе нравятся. Смотрятся они на автомобиле вполне себе неплохо. Не знаю, ну, многим вот, кого я встречаю, им не нравится сама форма дисков. Даже не то, что они черные, да, они как бы смотрятся с машины. Может быть, теряются, не знаю. Ну, мне нравятся как бы черные матовые, да и сама форма нравится. Эти диски я оставлю на зиму с этими размерами. На эти диски у меня есть комплект новых шин. Вот у меня комплект. Это Michelin 255 5518. На них еще ездить и ездить. Один сезон они отъездили. Но на эти диски их не поставишь. Данные диски разноширокие. То есть, впереди у них будет резина 255 5019. Наборы Дню Защитника Отечества уже на сайте. Вы можете сэкономить до 58%. Переходите на сайт, заказывайте. Напоминаю, акция длится до конца месяца. А сзади будет резина 285 4519, да. То есть, она разноширокая. Единственный момент, что... Да, вот сейчас меня зима, кардиант устраивает. Как бы резина себя показала по высшему пилотажу. Проехал я на ней уже 13 тысяч километров. Плюс из них, наверное, 10 по асфальту. Большую часть, да. Ни один шип не вылетел. Резина очень хорошо держит дорогу на больших скоростях. Не бьет по рулю. То есть, меня вполне устраивает. Но... Такие были там... Очень много комментариев, да. Недоброжелательных к этой резине. Не знаю. Я свое мнение высказываю. Может быть, на разных машинах они ведут себя по-разному. Здесь, конечно, здесь X-Drive, да. Система. И здесь полный привод. Машина тяжелая. Колеса широкие. Поэтому, может быть, она себя так и ведет хорошо. Но радует то, что ни одного шипа не вылетело. Ни один шип не затупился, да. То есть, бока нормальные. Где-то даже в ямке я там залетал. Резина не бьет. Ну и на больших скоростях. Еще раз говорю. Вот я 220 на них разгонял. На шипах по асфальту. Не рекомендую так гонять. Вообще, я еду. Крейсерская скорость у меня идет 130 по трассе. Ну и иногда даю машине просто продышаться. То есть, разгоню там 220-230, когда машин нету. Все. И там буквально вот разогнал до 230-240 сам большой разгонял. И все. И сбрасываю. Еду дальше опять нормально. Так что не надо там думать, что я там капец как гоняю. Но я считаю, резина это самое важное, что у вас должно быть. Конечно, зимой я больше 130 как бы не езжу. Ну за исключением вот этих вот минутных таких вливаний в машину, да, силы. А так 130 это максимальная скорость, на которой я езжу зимой. А вот летом, конечно, там у вас и сухой асфальт, и уверенности побольше. Там скоростя могут и побольше. Никому не рекомендую так гонять. Но иногда даже это нужно, да. Но для меня, ребята, самое важное в машине, да, по безопасности, это даже не ремень, который я, ну, меня троллят постоянно, что я его не одеваю. Ну, я его специально не одеваю, потому что так больше комментариев. А где ремень? На самом деле, для меня самое важное, это даже не кузов, не движок, хотя это немаловажно. Для безопасности важнее всего это колеса и тормоза, да, исправная ходовая колеса и тормоза. Потому что из-за колес у меня уже было две аварии. Одна авария была, после которой мне оторвало левую ногу. Я два года не ходил. Ну, ногу пришили, хожу сейчас нормально. У меня обе ноги были переломаны. То есть одно оторвало, а одна там вообще в хлам. Ну, как бы это мы прошли. Это был один случай, потом второй случай был уже после этого случая. У меня была 99-ая, и я тоже не вовремя поменял колеса. И перевернулся четыре раза через крышу на 140 у меня лопнуло колесо. После этого случая, то есть я не от того, что у меня там денег, уровень клюют. Я на колесах каждый год меня. Если у меня я вижу, что уже подношено колесо, я его меняю. Здесь, кстати, вот на разношироких колесах, да вообще на всех широких колесах, выедается середина, да, быстро. Ну, это за особенности, то есть то, что они широкие. Короче, диски купили, а по всем магазинам обзвонил. То есть такого размера колес нету. Ну, именно тех, что я хочу. То есть я выбираю между Мишелин, между Бриджстоун и еще какие-то, и Пирели, да. Вот три варианта, которые я рассматриваю, но больше склонен, конечно, к Мишелин. Если кто-то там вообще капец как разбирается в колесах, напишите, какая марка Мишелин. Ну, самая классная, да, для скоростей, чтобы не так шумело, не так снашивалось. То есть ценовая категория неинтересная. Просто скажите, какие лучше. То есть я нашел, пока подобрал, в уме имею. Как бы комплект обходится 110 тысяч в российских. Ну, и нету ее здесь, в России. Поэтому я Юре позвонил. Скорее всего, я в Польше возьму резину. Время пока есть. И хорошо, что я подсветился с этим делом заранее. Потому что я смотрю, вот на Брест едешь, там уже, в принципе-то, везде асфальт. И, ну, на шипах, да, нет, тоже как-то по асфальту не очень весело. Очень миф такой расходится в интернете, что разноширокие колеса ставить нельзя. Ребята, они заводом ставятся на БМВ. Именно вот 19-е и с такими размерами резины. Они заводом предусмотрены. Во-вторых, разность там движения, да, у вас усилий. Здесь, во-первых, X-Drive. Во-вторых, машина, постоянно колеса по-разному крутятся. Какой-то чуть меньше накачано, да, это влияет. Какой-то больше сношено, это тоже влияет. Повороты, опять же, никто не отменял, да, гололед, пробуксовки. Все это предусмотрено автомобилем. То есть, и какие-то последствия у вас от разной резины, ну, от разноширокой, если она правильно подобрана по заводу, у вас просто не может быть. Если у вас там раздатка накрылась, пожалуйста, ищите проблему, но ищите ее в другом, да. Кто-то там пишет, у них там стружка появилась. Нет, это миф. Это говорят либо люди, которые неправильно подобрали резину, либо которые мечтают купить себе разноширокие колеса. Но у них нет такой возможности. Либо, может быть, даже и возможность есть, но они боятся это сделать. У тебя нет еще первой книги «Бери и делай» – ошибка. Не сделал предзаказ на второй том – фатальная ошибка. Книга «Бери и делай» – это альмаматор автомаляра, можно сказать, библия автомаляра, где написано абсолютно все. Здесь есть все знания, которые вам потребуются не только на старте, но и позволят уже самостоятельно работать и делать это качественно. Со знанием дела и без страха. Есть три вещи, на которые нельзя жалеть денег и инвестиций. Это дети, здоровье и образование. Именно приобретая знания, вы обретаете новые возможности. В данном случае профессию, которая всегда вас прокормит и не оставит без хлеба. А мы открываем предпродажу на второй том книги «Бери и делай». На первый том также будет ссылочка. Приобретайте и делайте предзаказ. Это будет в два раза дешевле. Книга планируется выйти к лету. Ну а те, кто сделает предзаказ, гарантированно получат книгу первую. Все необходимые ссылочки в описании под этим видео. Переходим, заказываем. И записываем. Удовольствие не дешевое. И поэтому здесь уже вопрос как бы не денег. Здесь вопрос действительно качества. Но самая интересная тема. Почему я выбрал 19 именно диски? Это, я бы сказал, золотая середина. Это не 17, не 18, но уже не 20, не 21. Кто-то говорит, побольше поставьте там 20, 21 диски. Ребят, 21 диски на таких машинах почему-то мне напоминают вот такую вот картинку. Согласитесь, довольно-таки нелепо выглядит. Но, ребят, хозяин барин, у каждого свои вкусы, да. И, ну, здесь я не могу кому-то что-то рекомендовать. Каждому нравится что-то свое. И всегда при выборе чего-то, да, живите для себя, не для кого-то. Если вам нравится, то, пожалуйста, делайте это. В первую очередь вы делаете это для себя. Вы балуете себя, а не другим показываете, как это круто и это, да. А может, вам это не нравится. То есть, вон, у меня вот эти черные диски. Сколько меня там, вон, и Ирина троллит, блин, говорит, как чмо, ездишь бы, некрасивый. И Юрков обсирал их, и Данила, говорит, фу, диски некрасивые, да, ну, сама форма. Говорит, да пошивай в жопу, мне нравится. Все, и не насрать вообще на мнение других. Поправила меня, ну, Ирине по цвету не нравится. Ну, перекрасить всегда можно. А мне вот, наоборот, нравится, что они в цвет машины. И, ну, для зимы это будет вполне нормально. То есть, они практичные, то есть, нормальные диски. Они ровные, не бьют совершенно, да. Колеса нормальные на них. Да и сейчас на лето снял колеса, поставил. Во-первых, они храниться будут лучше на дисках, да. Снял, закинул, на лето поставил, вон эти и Ганни. Не знаю, кто-то говорит, что на широких на 30 тысяч всего хватает пробега. Неважно, какой это фирмы. Но, опять же, я думаю, что это миф. Пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли такое. Как бы вот так. Сейчас в поисках я, короче, колес, именно нормальных. Напишите в комментариях, что лучше. Брессон, Перелли, либо Мишелли. Не знаю, склоняюсь к Мишелли. Ну, везде есть где-то плюсы, есть где-то минусы. Хотя колеса примерно одинаковые. Это топ, топ из топов. То есть, еще раз говорю, цена не важна. Просто пишите, кто действительно знает по колесам. И мы с вами уже, опираясь на комментарии, выберу. Если у вас есть какие-то деловые, действительно конструктивные мысли по другому производителю, бренду, тоже пишите. Ну, только пишите, почему они лучше вот этих трех брендов, которые я уже назвал. То есть, ваша помощь мне, конечно же, пригодится. Ну, а я хочу напомнить, что мы открыли уже предпродажу на данный альмаматор. Это Библия Автомалера, где есть абсолютно все. Мы уже написали на сегодняшний день 170 страниц. Это ровно половинка от того, что мы планируем. И еще 170 страниц потребуется. Там мы уделили больше внимания и кузовному ремонту, да. Кузовным размерам. Как сделать автомобиль, если нет кузовных размеров. Во второй книге будут все темы, которые либо не вошли в первую книгу, либо это что-то будет новое для более продвинутых. Уже кто прочитал, ну, более продвинутых. Я не говорю, что там для спецов крутых, да. А для тех, кто прочитал первую книгу и хочет развиваться дальше. То есть, вторая книга будет вам как нельзя кстати. Ссылочку я оставлю под видео. Она будет первая. Как можно сделать предзапись на книгу. По ссылочке перейдете. Там будет форма, заполняйте ее внимательно. И там, кстати, вы увидите. И там, когда уже откроете саму форму, заполняйте ее внимательно. Там вы почитаете, что по чем, что о чем. Пишите комментарии по выбору резины. Ваше мнение мне нужно как помощь. Я не специалист в колесах в резине. Поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии. А на сегодня все. Заросим крепкого настроения, бодрого добра, бабла, хлеба и мирного неба. Ду-у-у-у-у-у. До новых встреч! Продолжение следует...